Приветствую всех друзья! Сегодня будем рассматривать одну интересную группу необычных настольных универсальных станков минувшего столетия. Итак, начнем с одним из весьма известных станков Универсал-1, разработанный экспериментальным научно-исследовательским институтом металлорежущих станков в 60-е годы. Универсальность данного станка состоит в возможности крепления передней бабки станка в вертикальной положении при помощи специальной стойки, которая крепилась к станению вместо шпиндельной бабки. Таким образом, достигалась возможность проведения фрезерных, шлифовальных, а благодаря рукоятке для перемещения дильзы в отверстия шпиндельной бабки и сверлильных работ. Также для этих целей вместо резцедержателя крепились тиски. Кроме этого, для обработки более мягких материалов в комплекте были лобзиковые приспособления, распиловочные, заточное. Направляющие данного станка состояли из двух круглых шлифованных прутков и закрепленных станений. Посередине находился винт продольной подачи. Из-за малых размеров, а именно 480х318х216, рукоятка продольной подачи была выведена на правый бок. Станок весил 14 кг, был оснащен двигателем на 120 Вт, РМЦ 150 и наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 100 мм над станиной и 50 мм над суппортом. Через несколько лет, а именно в 1968 году, Московский станкостроительный завод «Станкоконструкция», а также Владимирский завод прецензионного оборудования, начинает производство более усовершенственного станка «Универсал-2». На первый взгляд можно заметить чуть большие габариты, 665х352х227, а также появление на передней поверхности шпиндельной бабки шкалы с градусами, что даёт возможность наклонения на определённый угол вертикальной головки в фрезерном исполнении. Также весьма важные изменения в конструкции – это появление гитары и возможность нарезания метрических резьб шагом от 1,25 до 2 мм. РМЦ 180, максимальный диаметр заготовки 125 мм и 60 над суппортом. При всём этом станок, конечно же, стал тяжелее и весил 38 кг. Двигатель на 250 Вт. Все остальные возможности остались те же, как и у младшего собрата. Во второй половине 80-х годов на тех же заводах появляется станок «Универсал-3» или «Т-Ш-3». Отличался от младших версий как внешне, так и конструктивно. Например, направляющая была уже одна, но массивная и тоже круглая. Появляется рычаг изменения направления вращения шпинделя. Однако при этом станок потерял возможность отсоединения передней бабки и вращения её вокруг своей оси. Фрезерные работы проводились при помощи специальных фрезерным приспособлений, которое крепилось к суппорту вместо резцедержателя, а на ней уже крепились тиски. Более сложная гитара давала возможность нарезания резьбы с шагом до 2,5 мм. Увеличились и размеры 675 на 410 на 280. Станок стал тяжелее и весил 60 кг. И двигатель на 370 Вт. РМЦ 250 мм. Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 150 мм. И над суппортом 90 мм. В эти же годы появляется и модернизированная версия Universal 3M, в которой было инсталлировано устройство, обеспечивающее изменение направления перемещения суппорта без изменения направления вращения шпинделя и его остановки. В данной версии двигатель был мощностью 550 Вт. И на 2 кг станок стал тяжелее. Мичуринский завод Progress начинает выпуск в эти же годы практически клона ТШ-3 ТН-1. Внешне очень тяжело отличить от универсала третьей модели. Однако отличия все же есть. Например, механизм крепления резцедержки, который является поворотным и дает возможность точения конусов. Есть отличия и в гитаре, но самое главное, станок сравнительно больше и имеет габариты 825 на 410 на 300 и весит 85 кг. РМЦ 350 мм. У данного станка есть модернизированная версия, собственно, ТН-1М, у которой из визуальных отличий это появление малой продольной подачи. Через несколько лет на Рязанском станкостроительном заводе разрабатывается и выпускается станок ТНП-111. Данный многофункциональный настольный токарно-винторезный станок обладал возможностями как металлообработки, так и широкими возможностями деревообработки, о чем свидетельствует фуговальный вал, находящийся под верхней крышкой передней бабки. Также в комплекте шли различные оснастки для металло- и деревообработки. Как и у первого и у второго универсала, суппорт двигался по двум круглым направляющим. При габаритах в 860 на 485 на 300 станок весил 90 кг, двигатель на 750 Вт. Одним из самых оригинальных, на мой взгляд, является универсальный настольный токарно-фрезерный станок УНС-1 Комсомолец, произведенный в 80-х годах. Очень редкий станок и мало информации. На данном станке регулировалось все, начиная от передней бабки и заканчивая сзади. Несмотря на достаточно большую популярность советских настольных универсальных станков, многие не подозревают, что существовало производство аналогов и других странах. И порой такие станки обладали даже большим функционалом. О нескольких таких станков мы поговорим в этом видео. А начнем мы с модели Astoba KVM, произведенной в Швейцарии. Данный станок обладал большим функционалом, благодаря наличию стойки с планшайбы, на которой крепилась передняя бабка. Кронштейн стойки мог двигаться вдоль стойки на любую высоту, а регулировать данный процесс помогал рычаг слева. Также планшайба могла крутиться вдоль своей оси. С правой стороны мы видим два рычага для крепления в нужной позиции. Сама станина токарной части станка была весьма необычной формы. На ней не крепились жестко, как мы привыкли, продольные направляющие. Однако вдоль рабочей поверхности профрезерованы два Т-паза для крепления передней и задней бабки. Весь координатный стол крепился посередине на нужный уровень, а продольная передача, как малая, так и большая, находилась над поперечной. Трапециедальный вал продольной подачи крепился к детали станка при помощи двух шарниров и квадратного телескопического вала. Это давало возможность как нарезания резьб, так и автоматической подачи. Еще большим функционалом обладал станок, изготовленный в Швеции RL Karlstedt. Как и в предыдущем станке, в станине крепилась стойка, на которой могла быть фиксирована передняя бабка станка. Однако уже на стойке фрезерованной зубчатой рейки не было, а движение вдоль стойки осуществлялось при помощи трапециевидного винта. Станина имела уже более привычную для нас форму с чугунными направляющими в форме ласточкина хвоста, на которой крепилась каретка, передние и задние бабки, а также кривошипный механизм со столом, что превращал данный станок в лобзиковый. Стол мог наклоняться на угол до 90 градусов. Также в станке реализована возможность нарезания резьб и, соответственно, автоматическая продольная подача. С 50-х по 60-х годов в Англии производился также станок с необычной конструкцией «Мурат Бармелад». Оригинальность состоит в том, что передние и задние бабки крепились подвижно на вертикальных направляющих, что давало возможность при помощи рукояток и трапециевидных винтов настроить станок под нужный диаметр заготовки. Все направляющие станка были изготовлены по типу ласточкина хвоста. С правого конца продольных направляющих станок комплектовался заводонастраиваемым упором. Резцедержатель имел очень простую конструкцию в виде упорной пластины с тремя крепежными винтами. Малая продольная подача могла поворачиваться на нужный угол. Изменение вертикального хода передней бабки нужно было для осуществления фрезерных работ. При этом вместо малой продольной подачи крепился столик с Т-пазами и специальные фрезерные приспособления. В 1930 году английский инженер Кнеллер презентует впервые свой вариант универсального станка «Скоп», который был предназначен для проведения токарных, сверлильных, фрезерных и строгальных работ. Данный станок состоит из огромного количества оригинальных решений. Начиная с задней бабки, которая уже отличается от того, что мы привыкли представлять под этим словом, мы видим нагроможденную конструкцию, состоящую из каретки, которая перемещается по двум круглым направляющим. На ней подвижно при помощи ласточки на хвостах находится сама задняя бабка, которая перемещается поперечно при помощи специальной рукоятки. Выше мы видим вполне обычный шпиндель, на заднем конце которого мы замечаем делительный диск, а на переднем находится резьба для патрона. Также необычную конструкцию имеет и суппорт продольной и поперечной подачи. В данном случае была реализована возможность изменения высоты, а также угла поворота вдоль вертикальной оси всего координатного стола. Должен сказать, что все изменения настройки станка, а также все перемещения имели достаточно точные шкалы и лимбы, а также фиксирующие рычаги. А учитывая, что осей движения у каждого узла было предостаточно, то и рычагов было немерено. Все трущиеся детали оснащались пресс-масленками. А на этом все, спасибо за внимание, всем пока!